добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа диалог студии в студии работает ведущая юлия рости и звукооператор павел арнаут сегодня у нас в гостях екатерина домбровская менеджер местных инициативных групп гагаузкара флоры екатерина я вас приветствую в нашей студии и примар села тамай а также председатель миг гагаузкара флоры фёдор фёдорович топчу фёдор фёдорович я вас приветствую в нашей студии здравствуйте прежде чем задать вам первый вопрос хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям что наша программа выходит в прямом эфире и свои вопросы вы можете задавать по телефону 249 60 код комбрата 0298 а также можете писать нам на электронную почту гагу с радиусу собачка mail.ru 10 сентября в селе бешалма впервые прошел фестиваль форум местных инициативных групп в нем принимали участие 18 населенных пунктов екатерина расскажите пожалуйста что такое миг историю создания местных инициативных групп и как развиваются эти группы у нас в гагаузии добрый день местной инициативная что такое местной инициативная группа это из институционализированы объединения в целях развития сельских территорий на сегодняшний день существует 32 местные инициативные группы какие-то missed инициативные группы расширяются территориально какие-то местности инициативные группы создаются То есть к концу года местных инициативных групп планируется быть в общем количестве 50 инициативных групп. Наша местная инициативная группа ГГУ Скарафлоры объединяет села Тамай, Гайдары, Баурчи, Бешалма, Кирсова, Ферапонтевка. То есть у нас в наш миг входят села исключительно гагаузские. То есть это наша уникальность, скажем так, нашего мига. Скажите, в чем основная задача этих групп? Основная задача местных инициативных групп это продвигать подход снизу вверх. То есть инициативы идут снизу от гражданского общества и совместными усилиями гражданского общества, бизнеса общества и публичной власти эти инициативы внедряются. Скажите, какая польза местных инициативных групп для жителей Гагаузии и есть ли какая-то поддержка со стороны населения? В рамках местных инициативных групп объявляются грантовые конкурсы, где местные жители, то есть жители, которые входят в села нашего мига, они могут участвовать в грантовой программе и реализовывать свои бизнес-идеи у себя на родине, тем самым обеспечивая рабочим местом не только себя, но и открывая новые дополнительные рабочие места. Федор Федорович, есть что дополнить? Да, очень правильно Катя сказала, что наш миг он очень уникальный тем, что сюда входят только гагаузские села и самым главным условием для организации мигов это должны быть общие границы между населенными пунктами. Вот как раз так совпало, что наши границы общие есть и поэтому мы организовали в 2017 году этот миг и практически уже 5 лет начинали мы почти что с нуля, не знали что даже такое. Приезжали нам эксперты с Европы, Марта в частности приезжала, когда первые семинары проводила, мы действительно не понимали, что это такое миг, что с ним делать и для чего это надо. Но учитывая вот ее ряд семинаров, потом наши практические уже моменты, мы организовали свой совет мига, совет мига ходят с каждого населенного пункта по 5-6 человек. Мы изначально так решили, чтобы туда входили представители как сферы бизнеса, как сферы общества гражданского, так и публичной власти. Должны быть пропорции 30-30-30 с каждого, скажем, вида гражданского общества 30%, бизнес-сектор 30% и власть 30%. Естественно, у нас в Совете мига было много изначально, потом походу, знаете, отсеялись люди сами, которые не нашли видно себя там, в каком плане. Ведь мы работаем практически на добровольных началах, никакой зарплаты никому нет. Мы просто вот собрались с каждого села такой костяк, которые только хотят одно желание, если только создать что-то для своих сил. Поэтому, невзирая на свое время, на все свои проблемы, оставляя все дела, мы собираемся практически регулярно в Советы мига, в котором мы обсуждаем те проблемы, которые есть внутри мига, те новшества, которые поступают на миг, или же, допустим, об объявлении каких-то там грантовых программ. И после этого, обсуждая это на Совете, мы уже расходимся в селах, в селах мы делаем анонс этих грантовых программ, и, естественно, подключаются жители сел, которые видят свои проблемы, похожие, скажем, на те, которые мы обозначаем приоритетными в данной программе или в грантовой программе. И они пишут свои проекты, мини-проекты, кто крупные проекты пишет, и, действительно, потом оценочно-отборочный комитет наш, он отбирает те проекты, которые, скажем, отвечают нашим приоритетам, отвечают вопросам финансирования. И наиболее интересные проекты, они получают наибольшее количество баллов и допускаются к финансированию и к последующей реализации. Таким образом, мы за пять лет привлекли около двух миллионов леев на наш миг, и, естественно, из них грантовые – это миллион семьсот тысяч. Это, я считаю, хорошее подспорье для наших сел в наше время, для развития бизнеса, для развития гражданского сектора, да и для властей. У нас тоже, это из-под спорья, мы тоже можем где-то решать какие-то проблемы, которые именно населению. Екатерина правильно сказала, что главная цель – это получать информацию снизу вверх. Обычно, примары мы как? Мы видим проблему сверху вниз, а люди видят ее изнутри, и они, встречаясь с этой программой, они, вступая в эти наши проектные заявки, когда они пишут, они дают свои видения, и довольно-таки очень правильные и своевременные. И мы, конечно, их оцениваем и внедряем. Скажите, сколько было реализовано проектов в рамках МИГ и именно ГГУ Скорофлоры, и если можно рассказать подробнее про проекты? Со времен создания МИГ с 2017 года по 2020 год было внедрено 31 проект на территории МИГ и ГГУ Скорофлоры. В 2021 год у нас поступило также 27 заявок, но еще результатов конкурса, окончательных финальных результатов, они будут чуть позже. Количество проектов, которые будут профинансированы, будет известно чуть позже. Из тех 31 проекта, которые были внедрены в рамках МИГа, проекты различного характера, различного сектора, то есть начиная от пошива костюмов для танцевальных коллективов, ремонта детско-спортивных площадок, создание зон рекреационных, ремонт фонтана, ремонт каких-то строений, закупка оборудования сельхозназначения. У нас был в прошлом году очень интересный проект, такой бенефицар из села Бешалма написал заявку, а именно по закупке оборудования, по тюкованию, мини-тюкователь. То есть проекты различного рода и очень много проектов. Из 31 проекта большая часть проектов внедрены в сфере экономического сектора. Были ли какие-то проекты с целью развития молодежи МИГ в ГГУ Скорофлоры? В 2020 году, то есть МИГ это местная инициативная группа ГГУ Скорофлоры, она имеет подотчетный орган, так как местные инициативные группы еще не зарегистрированы официально. Закон о местных инициативных группах принят, одобрен парламентом Республики Молдова 9 апреля 2021 года. Регистрация местных инициативных групп начнется в сентябре-октябре этого года. Но на сегодняшний день местные инициативные группы работают таким путем. То есть есть подотчетный орган, который ведет весь учет документальный и отчитывается перед донором и перед советом МИГа. Ну и поскольку я являюсь не только менеджером МИГа ГГУ Скорофлоры, но и представителем подотчетного органа, мной была написана заявка и профинансирована про Европа Камрад по вовлечению молодежи в МИГа ГГУ Скорофлоры. Был проведен ряд тренингов по активизации, по мобилизации молодежи и также были выездные мероприятия. Мы выезжали к молодым предпринимателям с целью показать молодежи, что можно у себя на родине, имея небольшой капитал, но имея большие амбиции и желания, внедрить очень достойные проекты. А какие партнерства есть среди МИГов? Среди МИГов в 2020 году в ноябре месяце мы выезжали с выездным визитом в Дроки, мы подписали партнерское соглашение между семи МИГами. Да, между семи МИГами. То есть партнерство наше направлено на институционализацию, на обмен опытом и продвижение целей и стратегий, связанных с МИГом. Федор Федорович, Вы как президент местных инициативных групп ГГУ Скарафлоры, какие обязанности предполагает Ваша должность? Знаете, изначально моя должность была какая-то и сегодня она в взвешенном состоянии. Почему? Потому что обязанностей много, ответственности тоже много, потому что все документы, договора на финансирование подписывает президент МИГа. Естественно, вот это все, как сказала Екатерина, до сих пор было неофициальной регистрацией, не было нашей МИГи. Как бы не предполагалось у нас в Молдове такой вид, скажем, вид деятельности или вид чего-то, как МИГи-МИГи. И поэтому наши кураторы, они, значит, находили с инициативой, и мы вместе, в том числе, с инициативой Министерства сельского хозяйства и регионального развития, о том, чтобы они выступили с инициативой перед парламентом, о том, чтобы приняли все-таки у нас закон, о том, чтобы передать статус юридического лица нашим этим МИГам. И, имея статус юридического лица, уже будут понятны и окончательные, наверное, и обязанности президента МИГа. А сейчас, получается, президент МИГа отвечает за все, и в итоге у него никаких обязанностей нет. Как бы законом не подписано. Поэтому вот такая вот коллизия есть, но думаю, что в ближайшее время, как Катерина сказала, в апреле приняли уже закон, его довести надо будет, закон принят, но, по-моему, еще до конца он не введен, не вступил в силу. Если он вступит в силу, к осени, может быть, мы пройдем перерегистрацию уже и будем официально уже каким-то юридическим лицом, которое сможет уже больше иметь прав и возможности, как в заключении договоров, может, даже и на международном уровне, так и внутри страны, имея статус юридического лица, легче будет продвигать идеи МИГа и всех сил, которые входят в МИГ. Благодарю вас. Как я упоминала ранее, 10 сентября в селе Бешалма впервые прошел фестиваль-форум местных инициативных групп. В нем приняли участие 18 населенных пунктов. Правильно, да? Скажите, с какой целью был проведен данный фестиваль и кто был инициатором и спонсором этого мероприятия? Ну, поскольку 2020 год был год пандемии и наши встречи связаны со всеми МИГами, то есть мы зачастую встречаемся на каких-то форумах, фестивалях, где встречаются все 32 МИГа, где мы обсуждаем проблемы, заявки, проекты, какие пути решения проблем или каких-либо вопросов, как решаются эти вопросы в других МИГах, и мы перенимаем опыт друг у друга. Поскольку год был, мы были, период был ковида, у нас не было каких-то глобальных встреч, все было в зуме, все было онлайн, и мы немножечко, скажем так, потеряли вот эту ниточку друг между другом. Национальной сетью «Лидер» был объявлен конкурс для проведения форумов среди МИГов. Всего было одобрено проведение шести форумов, один из которых прошел в нашем МИГе в Гагаузии. Цель данного форума была консолидация усилий между местными инициативными группами, между публичной властью, гражданским сектором и экономическим сектором для продвижения идей, связанных с МИГом, и продвижением развития сельской местности и сельского туризма в МИГах. Кто был инициатором и спонсором? Заявителем была наша местная инициативная группа ГГУ «Скоро Флоры». Мы подавали заявку в партнерстве с двумя другими МИГами, это МИГ «Стял Боджак» и ГГУ «Скоро Флоры». Финансировался данный конкурс национальной сетью «Лидер» при поддержке «Стольдар Тефант» Полис Шейд в Молдове. Также спонсорами, не могу не отметить, это были наши публичные власти и наш экономический агент, который был бенефициаром нашего проекта. То есть, получается, в таком формате, с такими партнерами был внедрен данный фестиваль, был проведен данный форум. Да, действительно, хочется должное дать Екатерине, что она написала этот проект, хотя эта идея была наша общая, чтобы мы расширили свои границы нашего МИГа, чтобы мы знали, чем занимаются наши соседи, обменяться опытом, чтобы они увидели у нас, что хорошее, чтобы быть примером, чтобы они нас потом пригласили к себе. И Екатерина взялась за написание проекта, написала проект очень красивый, его одобрили, и проектов было уйма, все хотели провести эти фестивали, но нам повезло, наш проект оказался одним из лучших, и нам дали финансирование на проведение этого первого фестиваля. Конечно, мы сперва думали, как его провести, как сделать, чтобы было всем интересно, но благодаря тому, что у нас МИГ очень такой сплоченный и очень остались костяк такой работоспособный, мы быстро придумали и сценарии, и возможности, и что делать, и кто что будет делать. И слава Богу, как мы увидели уже результаты, все довольны, очень хорошее мероприятие получилось, особенно были довольны наши гости, они очень много увидели того хорошего, которого у них нет, наши традиции, наши обычаи, увидели нашу музыку, танцы, увидели наши программы, увидели наши достижения. В общем, уехали с таким восторгом, что нам было очень приятно их провожать. Поэтому мы думаем, что эти форумы мы будем продолжать, если будет любая возможность, мы будем продолжать, потому что это очень помогает и является частью нашей программы, частью нашей деятельности, сплочения людей не только внутри одних сел, внутри уже шести сел, мы хотим, чтобы у нас было сплочение, сближение уже намного шире, чтобы мы друг друга знали, узнавали, что у кого делается, у кого какой опыт есть, у кого что можно подучиться, поэтому в этом отношении хороший был проект, и Кате за это большое спасибо. Ну и данные форумы фестиваля еще чем хороши, что на них бенефициары могут выставить свою продукцию на ярмарке, и, скажем так, это будет для них хорошим подспорьем, потому что те, которые делают какие-то сувениры, либо те же ковры, которые ткут, кто-то делает свои джемы, кто-то делает мёрдэ, хлеб, да, то есть кто-то вино привез свое домашнее, то есть была возможность заработать на таком фестивале, на ярмарке, поучаствовать. И реклама. И реклама, да, собственно, продукции. Скажите, пожалуйста, подробнее, что именно было организовано для жителей Бешалмы, и не только для Бешалмы, и для гостей, которые были на данном фестивале. Наш форум-фестиваль был разделен на две части. Первая часть от каждого населенного пункта, который присутствовал в тот день в Бешалме, участвовал в круглом столе, на котором мы презентовали, то есть бенефициары, которые получали финансирование, они поделились своим опытом, рассказали о своих достижениях, успехах. Вторая часть, это была концертная программа, на которой можно было не только послушать традиционные наши какие-то песни, танцы, но и покушать наши угощения, скажем так, наши традиционные булгур, кавырму, и выпить домашнего вкусного вина. Благодарю. К нам поступило сообщение на электронную почту, я зачитаю. Здравствуйте, уважаемая Гагаузская радио и гости студии. У меня вопросы к примару села Тамай Топчу Федору Федоровичу. Я являюсь жителем данного населенного пункта и смотрю, как по телевидению красиво показывают, что строятся новые площадки. Это все, конечно, хорошо и радует всех, но почему не показывают другую сторону, когда площадки, которые построили, например, Димчогла в центре села, находятся сейчас в плачевном состоянии. По улице Фрунзе площадка, построенная Оксаной Недялко, тоже все ломается и не убирается. Почему это не показывают и об этом не говорили? И что касается дорог, улица Заречная, туда только на танки можно заехать. Что вы думаете про эту улицу и про всю эту ситуацию в общем? Да, спасибо за вопросы, очень хорошие вопросы, своевременные. Я всегда тоже обращаюсь с обращением к своим жителям. То, что мы строим, то, что строила ни Оксана Недялко, партия социалистов строила, эта площадка на Фрунзе, ведь это все делается для людей. А если там ломают без конца и за ними убираешь без конца, я считаю, что неправильно. И в каждом углу, где сейчас строят люди со своими участием, участием нашего МИГа, с участием самих жителей, партиципативной бюджетерной сейчас было, это все было направлено на то, чтобы приучить людей все-таки беречь то, что делается, и беречь и убирать за собой. У нас за каждым уборщиков нет и строителей тоже нет. Если сделали для детей, пожалуйста, всех умоляю и прошу, берегите, не ломайте, потому что строить по новой никто за вас не будет. Один раз построили, берегите, потому что бывает, что мамочки сидят, дети играют, дети ломают, а мамочки даже на это и замечание не делают. Поэтому один примар на всех не хватит, мы уже расширяем эти площадки. У нас уже седьмая площадка строится. Представьте себе, возле каждой площадки нужно по одному примар подставить. Давайте мы вместе будем беречь то, что делается. Тогда у нас будет порядок и хорошо будет тогда всем. По насчет уличи Заречной, значит, единственная улица осталась Заречной, в томае которой еще не покрыта твердым покрытием. В этом году приоритетом была улица Садовая, она намного хуже была. На следующий год приоритете будут улица Школьная и Заречная. Заречная выше Ленина мы сделали, а ниже Ленина пока еще финансов не хватило в прошлом году, они в приоритете следующего года. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, думаю, что в следующем году и Заречная улица будет довольно-таки в хорошем, приглядном виде. Спасибо еще раз за вопросы. К нам еще поступил телефонный звонок. Так, что-то у нас пошло не то. А, это ваши наушники, наверное. Не, наушники не просят. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, это Кангас, Садов Кирилл Кириллович. Вот у меня вопрос такой, этим молодым, как сказать, представителям, которые много очень красиво говорят о проектах. Вот Екатерина благодарит, благодарит вот этот мужичок. А вот у меня вопрос, Екатерина. А вы не смогли проектировать в Кангасе, чтобы летний кинотеатр отремонтировать и ваш фестиваль, чтобы вы привели у нас в Кангасе? Можете это делать? Кангас входит в другую местную инициативную группу, Кадюзел Пуджел. Но, если у вас есть такая идея, вы можете написать заявку и подавать в рамках МИГа участвовать. Благодарю вас за вопрос. Давайте продолжим все-таки про МИГ. Вы упоминали про то, что генеральным партнером фестиваля была национальная сеть «Лидер». Можно подробнее про подход «Лидер»? Подход «Лидер». Подход «Лидер», как говорил, Марта Марча внедряла еще в 2016-2017 годах. Тогда было, скажем так, организовано 8 МИГов. Эти МИГи были организованы по проекту «Подход «Лидер» развития сельских местностей» в рамках «САРТ». Позднее уже были образованы и больше МИГов, в общем количестве 32 МИГа. Что такое подход «Лидер»? Подход «Лидер» — это консолидация всех усилий и продвижение сельского туризма, сельского развития и возрождение народных традиций, творчества и промыслов. Благодарю вас. Расскажите, какие МИГи еще принимали участие в фестивале? В фестивале принимали участие «Стяо Буджак» и «Экодюзел Пуджел». Я как уже говорила, наш МИГ — это единственный МИГ, в который входят исключительно гагаузские села. Во все остальные МИГи входят села Тараклийского района, Кагульского района, Левского района. То есть в нашем МИГе были и молдавские села, и села Тараклийского района. У нас был такой колоритный фестиваль. Скажите, а ранее были проведены такие фестивали в других районах Республики Молдова? Как у нас сейчас в Бешеломе? Да, в Бешеломе первый, но до этого было еще четыре фестиваля проведено именно в рамках этого конкурса. То есть всего шесть фестивалей. Один прошел у нас в Бешеломе, до этого четыре прошли по всей Республике, это Север. И шестой фестиваль, финальный фестиваль, он прошел в воскресенье, тоже на Севере. Федор Федорович, вопрос вам. Как власти Гагаузии поддерживают местные инициативные группы? Ну, учитывая то, что есть у нас закон о контрибуциях, если в МИГе, если в проектах участвует власть, власть пишет проекты, то по закону мы, если выиграем проект, то контрибуцию выделяют нам нестолком. В этой части у нас есть польза и сотрудничество есть. То есть экономические агенты, они выкладывают контрибуции за счет своих денег, и гражданское общество тоже за счет своей контрибуции. Но вот в этом отношении сотрудничество есть. Хотелось бы, конечно, чтобы это сотрудничество было шире. Почему? Потому что финансирование, само финансирование, общее финансирование МИГа очень малое. Мы имеем в пределах 700 тысяч в год. В этом году у нас было где-то 600 с чем-то. И распределить это на 6 сел, еще распределить это на 3 части бизнес, гражданский сектор, власть. Вы представляете, получается, там сумма не совсем большая. От 50 до 200 тысяч в этом году было. Но этих средств, конечно, очень мало. И хотелось бы, чтобы местные, региональные власти, они тоже принимали какое-то участие в финансировании наших МИГов. Может, параллельно как-то, может, дополнительно какие-то средства. Почему? Потому что то, что решается с помощью проектов внутри МИГа, они непосредственно направлены на решение проблем жителей села, на решение проблем бизнеса, которые могут открыть дополнительно рабочие места. об этом заинтересованы. И как мы, местная власть, так и региональная, наверное, заинтересованы. Поэтому хотелось бы, чтобы поддержали и в части, и бизнес-сектор тоже. Тогда бы бизнес, наверное, больше бы написал проектов, и были бы больше возможностей для открытия новых рабочих мест. Поэтому пока вот так. Насколько успешна деятельность местных инициативных групп на территории Гагаузии? Ну, я вам скажу, что, учитывая то, что это только новое и начало, мне кажется, что я так вижу, что будущее все-таки остается за МИГами. Решение проблем, все. Это не значит, что мы сейчас вот на первом этапе решаем проблемы мелкого, скажем, там детскую маленькую площадку открыть, где-то может быть какое-то там спортивное сооружение, где-то может быть какое-то небольшое оборудование для какого-то бизнеса. Но я считаю, что у МИГа есть более широкие возможности написания более крупных проектов и участия в трансграничных проектах. Тут можно будет с помощью МИГов решать даже глобальные вопросы, такие как канализация, такие как дороги, освещение, газопроводы. Все-все-все, которые, водопроводы, все проблемы, те, которые у нас сейчас есть в населенных пунктах, возможно решать через этот МИГ Гагаускарф, ну, не обязательно Гагаускарф, но через все МИГи, которые, вот их 32 в Молдове, и приоритет делается в основном на эти МИГи. Конечно, главным приоритетом в нашем МИГе все-таки развитие туризма. Мы все-таки держимся на этой линии, все-таки расширить возможности наши и развить туризм во всех населенных пунктах. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать туристические маршруты, создать логотипы свои, создать даже сейчас вот последнее время у нас на последнем отборочном комитете был проект об установке этих инсталляций во въезде на каждое село МИГа нашего, шесть села. Шесть инсталляций одинакового вида установить, с одинаковым, скажем, видом, но с каким-то местным уклоном. Скажем, если там будет нарисован ковер, то ковер будет как бы причастный или применимый к тому селу, или по характеру того села, и название села будет, естественно, там выделяться. И тогда, попадая человек в наш МИГ, в любой из сел, он будет знать, что да, я нахожусь в МИГе, как у Скорофлоры, и если попадет в другие, в третье село, то поймешь, что это вот один МИГ, и в этом МИГе вот есть те маршруты, те возможности, или те, что он хочет увидеть, или что хочет развить. Вот таком вот. Какие идеи развития еще есть у вас для сел? Идеи развития сел, идей очень много, опять-таки финансирование. Мы, конечно, не всемогущие, мы пока идем маленькими шагами, но вот если сейчас мы получим статус юридического лица, скорее всего, у нас появится больше возможностей, и тогда мы сможем более серьезные вопросы приниматься, решать. До сих пор тоже решались вопросы серьезные, но маленькие. Благодарю вас, Екатерина, что вы дополните. Ну, как Веджордж сказал, у нас пока идей очень много, но внедряются, реализуются, наверное, те, которые требуют минимальных средств. У нас дорабатывается стратегия местного развития, в которую включаются основные приоритеты, которые, основные приоритеты и проблемы, которые есть в шести населенных пунктах касательно нашего МИГа. И, конечно, мы надеемся на то, что, получив юридический статус, у нас будет больше возможностей, и будет внедрено намного больше проектов. Ну и, конечно, молодежь, она активизируется, мобилизируется, будет работать у себя на родине, будет внедрять хорошие, интересные проекты, и наше сельское хозяйство, наш сельский туризм, он будет развит на должном уровне. А скажите, как стать членом местных и инициативных групп? Чтобы стать членом местной и инициативной группы, нужно жить на территории МИГа, то есть на территории шести населенных пунктов. Быть прописанным? Быть прописанным, быть жителем шести населенных пунктов, которые ходят в состав МИГа. Пишет заявление, в совет МИГа рассматривает. Если человек идет с добрыми намерениями и с целями, и действительно мы видим, что это человек тот, который готов бесплатно служить родине, то он беззаговорочно голосуется и принимается. Мы принимаем в неограниченном количестве. Единственное, что мы все-таки соблюдаем пропорции. 30 должно быть бизнеса, чтобы было равноправие. Если что, у нас обычно в отборочном комитете и во всех, и в совете, и в членстве везде должно быть пропорционально. Не должно быть больше бизнеса, или должно быть больше власти, или больше гражданского общества. Всех одинаковых пропорциях это мы соблюдаем. Если одной пропорции, скажем, увеличивается, больше становится, мы, значит, в другой категории ищем кого-то, чтобы восполнить, чтобы она равнялась. Поэтому любой может по заявлению вступить. Только если у нас недавно обновились два члена, буквально свежие, причем все, оба члена такие, скажем, воинственные к работе, вот такие вот активные, и сразу влились, и буквально без переходов сразу влились, и работают очень хорошо. А сколько всего у вас? Сейчас у нас 21 член. Изначально партнерское соглашение подписывали 34 члена, но у нас есть такое правило, есть положение в МИГе, в котором трактуется, что если человек не посещает более трех заседаний без уложительной причины, то он исключается из МИГа. Поскольку мы, если проводим какое-то заседание, неважно, это отборочный комитет, административный совет, либо совет МИГа, мы должны соблюдать кворум. Если у нас нет кворума, наше заседание неправомочное. Соответственно, если члены не посещают без уложительной причины, они исключаются на заседании общим голосованием. Скажите, какие проекты были реализованы в Бишалме? Вы упоминали про проекты, что в рамках проекта была открыта звукозаписывающая студия. Да, в Бишалме в 2020 году был внедрен проект по звукозаписывающей студии. Это уникальная студия. Насколько мне известно, такой в Гагаузии нет. То есть цель данной студии — архивировать песни, танцы, всё, что связано с бытом, с традициями гагаузского народа. Причём с уклоном на старинные. Да, на старинные. Они их будут как бы озвучивать в первозданном виде, в старинном исполнении. И будет это всё архивироваться, будет достоянием фондом Гагаузии. То есть это всё сейчас работает, функционирует? Да, они в прошлом году выиграли этот проект. И они его уже, ну, внедрили уже и работает, да. Ну, кроме всего, было много ещё таких проектов, связанных именно с музыкальным оборудованием. И Кайтары очень хороший проект выиграли, и Баурчи выиграли проект тоже. Некоторые сёла берут направленность культурного развития, некоторые спортивного направления. Кто как написал проект, если он, проект, удовлетворён, в том случае, если имеет приоритет совпадать, приоритет с нашим. Поэтому любые проекты имеют право жить, любые проекты. Если он, допустим, в этом финансировании не прошёл, мы его рассматриваем в следующем грантовом финансировании. И, возможно, один проект через третий раз может всё равно пройти, потому что или там надо доработать, или поменять чуть-чуть его направленность, потому что должен соответствовать приоритету. Ну, в итоге, мало кто обижается, что его проект не проходит. Конечно, мы вот в этом году рассматривали из 24 проектов, у нас прошло сколько? Проектов 9, наверное, прошло. Около 10, да. Какие проекты? Ну, то какие проекты в этом году прошли, мы ещё не можем оснать. Мы только прошли отборочный комитет, теперь это всё будет рассматриваться с нашими кураторами, и в итоге посмотрим, результаты будут известны. Какие будут вождены, да, на заседание Совета МИГа. Ну, ещё был очень интересный проект, который был внедрён в 2020 году, вот в селе Томай, муниципальное предприятие внедрило проект по закупке оборудования. Они выпекают из социального давальческого зерна, они выпекают хлеб, социальный хлеб. И для того, чтобы участвовать в тендерах, в садиках, в школах, у них не было оборудования по упаковке и по нарезке хлеба. Вот в 2020 году они написали проект, был очень интересный проект, и они внедрили его, закупили оборудование по нарезке и по упаковке, и расширили немножечко ассортимент. В будущем они планируют ещё больше расширить свой ассортимент и ещё улучшить своё качество производимой продукции. В Гайдарах был внедрён проект в 2018 году, был открыт гостевой дом на 10 койко-мест, то есть очень интересный такой проект был. Также в Гайдарах был внедрён проект по ковроткачеству, то есть возрождение ковроткачества. Они ткут сувенирные и не только ковры. В Бешелме тоже был внедрён проект по выжиганию на сусаках, это тоже возрождение данного вида промысла. В Кирсово был внедрён проект по... Анабуба, да, тоже был... Была построена кухня при музее, дом-музей. Анабуба, софросы, был построена кухня с традиционным таким уклоном. И был внедрён тоже проект по деревообрабатыванию, то есть сувенирная продукция, шкатулки, всякого рода. Вообще это по производству улей из полиуретана. Да, по инновационной технологии. Малая технология, да, тоже человек выиграл, экономический агент, выиграл проект хороший. За пять лет, на самом деле, немало было сделано. Было очень разных, мы вот даже вспоминаем в каком селе, какие проекты были внедрены. За пять лет каждый год внедрялось в большие сложности по МИГу от 10 до 15 проектов. Это довольно-таки цифра хорошая. Я говорю, было привлечено 2 миллиона лей, это на территориях остались, на территориях населённых пунктов тоже немалые деньги. Поэтому я вижу все-таки значимость создания этого МИГа, причём наибольшая значимость в том, что привлекается само население к решению проблем. И люди включаются туда не только руками своими, а и мозгами своими. Они видят проблему, они его оформляют, они потом требуют. И, естественно, когда люди сами участвуют, сами делают, это в ответ на тот вопрос, который получил ранее, они больше тогда и за этим следят, и больше берегут. Это как собственное, получается, берегут. А когда кто-то сделал перед выборами, подарил, это считается, подарил, моё можно ломать и завтра даже не подумать об этом. Вот это томит отречить оболзон. Люди должны сами участвовать немножко в своём. Участвуют, значит, люди участвуют, да? Конечно, конечно. Это как раз и является целью нашего МИГа, чтобы объединить людей для решения вопросов в населённых пунктах, чтобы люди сами знали, что они хотят, и своим трудом, своим участием они тоже были вовлечены для решения, для, скажем, завершения этих проектов, которые потом же и они служат для них. И тогда польза для всех будет. Просто нужно, наверное, больше информировать людей о том, что существует такое местные инициативные группы, которые могут помочь в реализации вот некоторых проектов. Да. У нас многие люди об этом и не знают, наверное, про... Ну, у нас есть... Каждая местная инициативная группа имеет страницу на Фейсбуке. Мы проводим информационные сессии, информационные кампании на территории каждого населённого пункта. Мы проводим какие-то встречи с жителями, где мы приглашаем всех инициативных и всех желающих быть членом или быть частью данной инициативной группы. То есть мы стараемся говорить о местных инициативных группах везде, всем, чтобы о нас знали, слышали, понимали, кто мы такие и, наверное, делили наши какие-то взгляды, приоритеты и были где-то нам соратниками, помощниками в вовлечении людей и в внедрении каких-либо идей воплощений в реальность наших каких-то задумок или каких-то проблем, которые существуют на территории. Да, и кроме всего этого, когда мы завершаем какой-то проект, люди, кто внедрял проект, делают небольшое открытие, на которое тоже собираются люди, и они тоже как бы наглядно видят результаты и задают вопросы, как же можно, допустим, в дальнейшем участвовать и как это сделать. Естественно, мы это всё тоже объясняем, как это до этого дойти. И сразу раз у нас увеличивается количество поданных заявок, причём заявки совершенно разного-разного характера, иногда такие интересные все, что хочется все финансировать, но, к сожалению, на финансирование даётся мало, естественно, кое-какие проекты остаются. Но это не говорит о том, что они плохие, это говорит о том, что нужно не сдаваться и идти дальше. Дальше идти, следующий этап проектных заявок будет, опять подавать, по десять раз подавать. Всё равно, я думаю, что этот проект пройдёт по-любому. Благодарю вас. Хотелось бы, чтобы вы обратились к жителям Гагаузии, то есть те, кто сёл Гагауз-Карафлоры. Что нужно делать, чтобы быть участниками МИГ, чтобы быть членами, чтобы активно участвовать и реализовывать какие-то проекты. Мы призываем участвовать всем умельцам, кто имеет дома свои, пусть это будет Гагауз-Карафлопалыч, чтобы они приходили и показывали о том, что вот мы это делаем и сохраняем традиции. Это у нас есть. Можно участвовать в ярмарках, пусть это будет мёд, пусть это будет джем, пусть это будет какой-нибудь ковёр или какой-то старинный сувенир, который связан с бытом и с народом Гагаузов, болгар, то есть жители нашего МИГа. Ну и, конечно, быть активными, писать заявки и подавать свои инициативы. Пусть они будут эти инициативы в партнёрстве с экономическим сектором, либо это будут инициативы исключительно от гражданского сектора, или это будут инициативы в партнёрстве с публичной властью. Но чем больше у нас будет инициатив, тем больше мы в дальнейшем будем получать финансирование и, соответственно, больше проектов сможем реализовать на территории нашего МИГа. Фёдор Фёдорович? Да, конечно, Катерина, спасибо. Она раскрыла практически то, что мы хотим, но я хотел бы, конечно, обратиться с таким посылом, чтобы мы себя не чувствовали в гостях, в населённых пунктах. Мы должны чувствовать себя хозяевами, каждый на своей улице, каждый, где живёт, и в самом селе, и так же самое во всём целом нашем МИГе. И если вот это чувство у нас будет, нам не надо будет тогда думать, как власти, что же нам нужно сделать, чтобы людям стало жить лучше. Люди сами нам подскажут, и мы будем делать именно то, что ближе, какая проблема ближе им, и тогда нам не надо будет гадать, что раньше сделать одно или второе. Оно само собой проявится, в зависимости от написанных этих проектов, от этих обращений и в самом участии. Поэтому я призываю всех, не стесняться, обращайтесь. Давайте мы всё-таки сплотимся организованно, мы будем участвовать во всех возможных финансированиях, своими делами, и мы укрепим каждый свой населённый пункт, и нам же жить в этих населённых пунктах. И поверьте, в наше время никто за нас ничего делать не будет. Пока мы сами не возьмём в руки лопаты, сами не возьмём веники, не наведём порядок, и не сделаем, и не построим то, что у нас сегодня является проблемным, никто за нас это не сделает. И поэтому, вот такая просьба, объединяйтесь во благо нашего лучшего будущего. И спасибо всем. Я благодарю вас за участие. Спасибо. На этом наша передача подошла к концу. Напоминаю, что у нас в гостях были Екатерина Домбровская, менеджер местных инициативных групп ГГУС «Карафлоры» и примар Селата Май, а также председатель местных инициативных групп ГГУС «Карафлоры» Фёдор Фёдорович Топч. Я благодарю вас за участие. И с вами, уважаемые радиослушатели, я прощаюсь. Всего вам доброго. И спасибо, что остаетесь с нами на канале ГРТ.